Здесь у нас вакцина, живая коревая вакцина. Вакцина есть. График прививок соблюдается. Национальный календарь вакцинации против кори в Нижнекамске идет строго по плану. Планом вакцины она делается до 35 лет. Идет по плану. Планирует участковая медсестра. Этому вопросу сейчас уделяется огромное внимание. Корь гуляет не только за пределами страны. Уже зарегистрированы случаи заболеваемости в России. Елена Пискарева – врач-эпидемиолог с огромным стажем. Корь она знает только по учебникам. Сейчас внимательно следит за новостями. В России зафиксированы вспышки заболевания. В России кори в единичных случаях регистрируются. В настоящий момент в Москве две школы закрыты на карантин именно по коре. Что касается республики Татарстан, то у нас единичные случаи бывают. Вот в прошлом году у нас было зарегистрировано 4 случая кори у наших соседей в Набережных Челнах. Но, естественно, 4 случая. Это повлекло за собой вакцинацию большого количества населения. В Нижнекамске случаев заболевания зарегистрировано не было. Но опасность этого есть. Вирус кори очень летучий. Прививка – единственная защита. Медицинская маска и противовирусные лекарства бессильны. Сам я привитый. Знаю давно. Ребяти, которые внуки ко мне приходят, они тоже привитые. Все поэтому от кори надо прививать. Должна быть прививка всегда. У вас есть прививка от кори? В детстве делали, да. Ну, привит. Наверное, сертификат же о прививках есть. А так не знаю про болезни ничего. Если вы сомневаетесь, делали ли вам данную вакцину, это легко проверить. Достаточно прийти с сертификатом прививок к своему терапевту. И, конечно же, главное, о чем напоминают медики – не игнорировать плановую вакцинацию детей. Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев. Новости НТР.